Библия говорит Когда мы говорим о спасённом человеке, рождённом свыше, у каждого рождённого свыше человека есть два источника, или, так скажем, его новое рождённое свыше, возрождённое Христом я, его личность, его новая личность, его новая идентичность во кресте, она постоянно стремится к тому, чтобы жить в согласии с Божьей волей. Вот это очень важный фактор. Но у каждого человека есть ещё остаточные явления его плотской составляющей, плотской природы, которые противятся этому. Вот от этого внутренняя борьба в человеке, в каждом христианине всегда будет борьба. Это, кстати, одно из отличий, что это верующий человек, это действительно рождённый свыше человек. В Галатам 5 глава написано о том, что дух и плоть друг другу противятся. Вот это два разных вектора в жизни. Теперь давай посмотрим на конкретное какое-то дело человека и попробуем оценить, насколько оно праведное или неправедное. Праведные действия – это те действия, которые сделаны с внутренней мотивацией согласия с Божьей волей и которые в действительности согласны, гармонируют с Божьей волей. То есть, вот это будет праведное действие. Опять я подчеркну, вот есть некоторые люди неверующие, которые иногда делают то, что Писание говорит в какой-то ситуации. Ну, например, в Моральном кодексе строителя коммунизма в Советском Союзе было написано «человек человеку друг, товарищ и брат». И вот в этом отражена общая истина того, чтобы люди должны с любовью друг к другу относиться. И какие-то неверующие люди, они могут делать это правильно, но без мотивации угождения Бога. Вот в этом смысле мы можем сказать, что, помнишь такая поговорка, что стоящие часы они два раза в сутки правильно время показывают. То есть, он где-то совпадает с волей Божией, но это не потому, что он хочет ее исполнять. Или вот еще один пример. Вплоть до нескольких десятилетий тому назад во всем мире большинство людей, они признавали, что семья – это союз мужчин и женщин. И в этом они соответствуют тому, что соответствуют Божьей воле. То есть, сейчас люди говорят о том, что это может союз двух женщин и союз двух мужчин, вот, или вообще там каких-то форм трансгендеров. Но те люди, которые утверждали веками, что союз брака – это союз мужчин и женщин, вот, они это делают, соответственно, волей Божией. Но далеко не все это делают из побуждений, из мотивации. Я делаю это ради Господа. Почему союз мужчин и женщин? Потому что это Господь сказал. И это очень важно. То есть, если у человека другая причина, почему это делают, то он делает, может быть, даже самое хорошее дело, но с греховной мотивацией, самоутверждением, какая угодно, продвижением каких-то гуманистических теорий и так далее. Так вот, теперь давай возьмем ситуацию, в которой человек, ну, например, он хочет сделать добро другому. И он мотивируется тем, что Господь сказал. И это действительно доброе дело, которое он делает. То вот в этом случае это дело праведное само по себе, но даже здесь есть одна очень важная поправка. Дело в том, что мы никогда, пока мы живем в теле, сто процентов не можем сказать, что я вот сто процентов мотивирован только тем, что я делал это ради Господа. То есть, у нас всегда где-то там внутри примешиваются мотивы. Ну, например, представь себе, ты взял и сделал какое-то очень доброе дело какому-то человеку ради Господа. А этот человек взял и не только тебя не поблагодарил, а тебе чем-то злым ответил. И вот здесь проверка твоей мотивации. То есть, ты даже и не думал, тебе казалось, ты делал это только ради Господа. А потом, когда ты получил в ответ что-то злое, и тебе обидно, и ты думаешь, я же столько доброго сделал этому человеку, а он вот так на меня реагирует, это говорит о том, что в той мотивации твоей праведной было чуть-чуть примеси с себя самого. Вот почему написано, нет человека, который делал бы добро и не грешил. Покажи мне самого праведного. Есть много людей такие, которые говорят, те не так, и те не так, и эти не так, а мы вот здесь будем вот так. Вот я возьми этого самого праведного человека, и если ты под микроскоп его поставишь, ты сможешь найти, ну, может, не я, Господь точно найдет. Господь сможет найти, что там действительно есть что-то свое, там действительно есть примеси, которые человек даже и не подозревает. То есть, абсолютно все, как мы оправданы по благодати, вот точно так и мы служим Богу по благодати. Вот точно так наше освящение по благодати. И слава Господу, что Господь снова и снова открывает нам эти вещи и показывает нам то, кто мы есть, и Духом Святым дает силы бороться с этим и преодолевать эти. Нет ничего нашего, чем бы мы могли бы похвалиться. Абсолютно, абсолютно. Всего Христова. Абсолютно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте. Пусть Божья истина пойдет в многие дома, где еще не знают ее. Будьте с нами в одной команде. Храни вас Господь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.